Товарищи, передача центрального телевидения по системе орбитов окончена. Продолжаем программу Хабаровской студии телевидения. Посмотрите фильм нашей студии «Вот город». Утро начинается здесь, наверное, так же, как во многих больших городах. Только чуточку пораньше, потому что город этот на востоке. Кто-то уже шагает по своим делам, кто-то лишь просыпается, а кто-то и вовсе не ложился. Вряд ли эти люди, поглощенные своими заботами, замечают сейчас город. Но если их о нем спросить, то, вероятно, окажется, что видят они его каждый по-своему. Люди разных профессий, возрастов, привязанностей и сроков в нем жизни. И вот некоторых из них мы об этом спросили. Час назад впервые прилетел в наш город московский инженер. А правде говоря, о Хабаровске я знал очень мало. Из тех, кого я спрашивал, никто не мог не толком ответить, что это за город. Я, конечно, не ожидал здесь встретить кварталом барахов. Так и думал, что будет вполне современный город. Только разве не такой большой, как вижу в настоящее время. Понимаете, про Амур сказать не могу ничего. Ожидал большего. Почему-то казалось, что намного шире будет. Однако мы извинились и прервем передачу Хабаровского телевидения. Вы выслушали одно мнение, а теперь посмотрим своими глазами на город Хабаровск и на Амур. Амур соперничает с Волгой. Он на 700 километров длиннее Великой Русской реки. Амур трудяга река, продолжение земных дорог людей, служит людям. Хабаровск ежедневно откружает продукцию своих предприятий в различные порты мира. Эти берега помнят историю освоения Дальнего Востока поколениями русских людей от землепроходцев до молодых строителей Комсомольска на море. Он многое помнит, Амур. На Дальний Восток я нахожусь с 1902 года. С 1902 года приехал сюда. Семилетний мальчишек. Старый Хабаровск это был грязный. Улицы грязные, немощеные. Ну, правда, деревянные тротуары были везде. Тротуары-то были. Но если из тротуаров свернуть, то можно их. Как раньше бывало, и галоши оставляли мы в молодости. Русскую удаль, упорство в борьбе с суровой природой принесли в эти края первые землепроходцы. Все здесь русское. И раздолье, и обычаи, как в Рязани или Иркутске. С незапамятных времен русские люди открыли землю Дальневосточную, заселили и обжили ее. Редактор субтитров А.Семкин Что это? Демонстрация технической вооруженности города? Нет. Просто новый для Хабаровска вид спорта. Что же касается технической вооруженности, то Хабаровск действительно индустриальный город. В нем более ста промышленных предприятий. Половина его населения рабочие. А физкультуру и спорт в Хабаровске любят все. От малу до велика. Неудивительно поэтому, что хабаровские штангисты приобрели мировую известность. Продолжение следует... Город начинается у памятника героям гражданской войны. И как всюду здесь есть центральные улицы. Их две. Они соседи и параллельно пересекают весь город. Названия их словно напоминают нам о том, что две великие фигуры в истории человечества всегда стоят рядом. Карл Маркс и Владимир Ильич Ленин. На улице Карла Маркса находятся административные учреждения города. Улица Ленина. Это рабочая магистраль Хабаровска. Я думаю, что дорогие хабаровские, это не только те, кто живут здесь за третье или четвертое поколение. Наверное, очень много приезжих людей, молодых людей, которые едут туда работать. Это люди с романтическим настроем. Это романтики в душе, которые едут преображать жизнь, созидать что-то такое. И, по-моему, в этом смысле, как Хабаровск, так и наш Новосибирск, это очень, ну, такие молодые города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова